друзья всем привет собственно пересмотрел я комментарии ваши по поводу на что смотреть при выборе квадроцикла я понимаю тему это очень актуально и решил снять вторую часть и рассказать о том как проверять те или иные вызовы агрегата для того чтобы понять все ли с ними в порядке и действительно чтобы потом не попасть на деньги ну 1 давайте начнем самое важное это с полного привода полный привод проверяем очень просто один кто-то зажимает вот это колесо вывешенном состоянии а второй начинает отвечать если это крису сопротивляется пытается провернуться также то значит адресного полный привод работать и так скажем называем простым метод проверки если соответственно получается что другой человек который держит колесо прям не пытается устроиться знаете с фискалоком что-то уже не в порядке возможно придется его менять или ещё какие-то затраты будет Далее пойдемте, собственно говоря, проверяем, также не забываем лебедку на ее работоспособность, это один из предметов вашего торга. Далее проверяем узлы агрегатов под названием привода, чтобы они не болтались в том плане, что у нас живые гранаты. Проверяем шаровые опоры, то есть поддомкрачиваем, начинаем качать колесо, тем самым проверяем в порядке ли с шаровыми опорами и одновременно понимаем в порядке ли у нас с ступочными подшипниками. И также мы можем наблюдать вариант, есть ли люфт в рулевых наконечниках, вот часто бывает, что рулевые наконечники кто-то плохо закручивает и они могут болтаться, то есть на эти внимание обратить. Далее проверяем на клапанные крышки, здесь щитки обычно стоят, у меня здесь снято по рекомендации одного человека. Соответственно, если нет никаких подтеков, мы понимаем, что с ними все в порядке. А подтеки часто бывают, это когда начинают регулировать клапанные крышки, соответственно, одевают, они имеют уже некую деформацию, и, соответственно, нужно менять прокладки и бывают подтеки. Но это не значит, что с ними что-то не в порядке и он течет, то есть и мотор неисправен. Это абсолютно не так. Физический мотор проверить мы, наверное, с вами абсолютно не сможем. Нужна система БАЦ и, соответственно, компьютер для того, чтобы убедиться, в каких режимах были ли перегревы у двигателя и какие последствия с ним могут быть, в дальнейшем какой ремонт вы можете попасть. Поэтому с мотором у нас, на самом деле, такой самый такой простой момент, это на холодной завести его, подтянуть руку к выхлопной трубе, проверить ее на, ну, то есть газануть, на холодном, когда завели, и газануть, чтобы посмотреть, что прилетит в руку. Да, ну, соответственно, самый простой момент, это проверить, дымит, не дымит. Наверное, вот как бы по таким моментам сзади. Сзади у нас здесь, на самом деле, такая вещь под названием задний редуктор. Он очень капризный, капризный в том плане, что... Кстати, извините, хочу вернуться назад немножечко, все-таки забегая. Вот здесь проверяйте также течь масла. Если все-таки течь масла есть вот в этом узле, где я поближе поднес его, то, соответственно, вы должны понимать, что там есть втулка, на которой вращается весь вал, и, соответственно, скользит сальник по нему. И он нарезает бороздки, может попадать, соответственно, туда вода, и поэтому проверяйте редукторные эмульсии, не ленитесь, не доверяйте никому. Даже сам, собственно, владелец может об этом не знать, полную верность вам говорит, что там все в порядке. Но, если вы не поленитесь и проверите, то у вас будет полное понимание, чистое там масло или нет. В основном она всегда беленькая, масло должно быть там, потому что полный привод у нас подключается не всегда, а по мере нужды некоторые включают его. Отсюда, соответственно, оно более белее, нежели заднее. А теперь возвращаемся к заднему редуктору. Здесь у нас ситуация следующая. По заднему редуктору, значит, у нас что? Ну, опять-таки, проверяем у нас самый простой подергов за валы. Проверяем, в каком состоянии у нас гранаты, они люфтят. Далее, соответственно, если у нас есть какие-то минимальные потеки, здесь которые вы видите, значит, там уже что-то не в порядке под названием. Могут быть, а уже потеряли свои герметичные сальники, о чем свидетельствует, что их нужно будет менять. Для того, чтобы менять сальники, нужно снять полностью все рычаги, вытащить палки, только после этого у вас получится возможность их заменить. Так, дальше что? Кардан. В кардане, значит, к сожалению, здесь я вот так, наверное, сделаю. Плохо видно. Собственно говоря, там проходит кардан. Для того, чтобы проверить, что у нас действительно все в порядке с игольчатым подшипником сзади в редукторе, нам нужно сделать вот такой момент и вот так понять, есть ли у нас, во-первых, осевой люфт, и, соответственно, проверить, покрутить, есть ли у нас люфты в крестовинах. Для того, чтобы заменить крестовины в кардане, нам приходится снимать, соответственно, откручивать самое вот такое, не очень приятное сейки, полностью все разбирать, задние рычаги, соответственно, и отодвигать задний редуктор, для того чтобы все это дело открутить и снять поэтому есть так называемые последствия вы должны понимать что это какая-то работа которых будет стоить определенных денег соответственно это не критично но нам нужно проверять соответственно если эмульсия соответственно сливное отверстие у нас находится в этой части заливной находится вот здесь вот соответственно его откручиваем мы соответственно понимаем какое-то масло соответственно поскольку мы катаемся большинстве случаев на заднем приводе масло у нас может быть иметь небольшой темный оттенок вот это не критично но нужно понимать чтобы она была не эмульсионная вот на косвенные признаки не говорю здесь данном случае на что смотреть я говорю поэтому покупая бы у технику фактически никогда не узнаете ее честный пробег если только это не катался ваш сосед который вы знаете что он выкупил новым и соответственно это был его единственный владелец тогда у вас все в порядке дальше по вариатору по вариатору значит следующий момент если его хозяин позволит то вы соответственно снимаете эту крышку проверять состояние узла то есть под названием ремень это расходник его даже можно вообще не считать вот это в каком состоянии вариатор вариатор если будет возношен вам нужно будет менять соответственно это как посмотрите в предыдущем видео про вариаторы там придется менять слайдеры и все остальное вот это предметы на вашего торга и ваши затраты которые последствием вы столкнетесь так дальше пойдемте наверное перейдем к самому важному моменту эта коробка кпп смотрите здесь очень такой хитрый момент то есть если мы включаем передачу и нажимаем газ и у нас расщелк значит у вас уже на в коробке разбиты окна и соответственно шестеренки которые имеют одни выпуклые другая это вставляется так скажем вот они уже разбиты и соответственно если так долго очень ездить и не для этому внимания то фактически вы попадаете у вас с опорной колечкой снимется и там будет полный мясорубку и попадем на большие деньги поэтому значит это 5 предмет вашего торга и на что стоит обратить внимание если мы включили передачу особенно это на повышенной самой капризной жима газ у нас расщелк то вот имейте это ввиду соответственно чтобы у нас если все-таки квадроцикл вас устраивать но есть проблему под названием коробку которая есть такой нюанс то значит нам нужно понимать о том чтобы мы когда в это сделали действия я специального катну ведь она меня встала и не защелкнулась вот теперь она зачем можно нажимать газ вы должны понимать что нажимаем газ соответственно вас еще шестеренки все остальные не стали в зацепление в коробке в редукторах карданах вот так и нажимаем газ полностью в отказ вы соответственно разрушаете все остальные детали которые ну не разрушаете имеет очень повышенной так скажем нагрузку поэтому в идеале конечно чуть трону чтоб куда цикл поехал и дальше нажимать так про коробку рассказал про воздушный фильтр воздушный фильтр у нас располагается соответственно в этом месте у нас снимается сиденье у нас вот эта часть вот вытаскивается прям там у нас находится воздушный фильтр и вот мы тоже проверяем смотрим в каком он состоянии насколько хозяин следил за этим моментом дальше у нас соответственно есть почему часто бывает перегреваются ремни у нас значит забивается вот этот при фильтр называемый чтобы нас не попадал мусор пыли все остальное вариатор мы его тоже проверяем смотрим вот смотрим на его состояние соответственно это будет кажется на всех вещах но это опять я вам скажу это не предмет торга это не имеется найти так скажем о том что там что-то будет плохо это просто как скажем эксплуатации по состоянию дальше нам нужно квадроцикл обязательно прогреть чтобы у нас включился вентилятор соответственно мы она понимаем что венератор отключился и наключился желательно это пару раз то мы понимаем что система охлаждения все в порядке у нас нас никаких лампочек перегрева не включается и здесь у нас все в полном порядке соответственно контрольная лампа у нас также здесь что еще дальше что дальше значит проверяем смотрим состояние соответственно всяких рычагов втулок и всему подобное соответственно эти втулки тоже часто разбивается бывает оплавляется вот эти зоны это связано с рядом причин у кого-то из-за топлива достаточно такой момент очень нельзя назвать его однозначным вот ступичные подшипники проверяем то есть методы соответственно поднять покачать туда и сюда и вы понимаем с ним еще под клиент люфтов быть не должно то есть вот у меня данном случае люфтов никаких нет ни в передних не влевых колесах десна это означает что у меня квадроцикл полностью исправны подшипники все в порядке и вот соответственно примерно как-то так ребят ну в целом я хотел уделить внимание то есть таким деталям на что смотреть этот самый первичный то есть на что смотреть а дальше вам уже вот называется уделяйте внимание всему смотрите все что замечаете спрашиваете владельца почему так произошло с чем это связано у у меня красной изоленты для того чтобы комутики я замотал здесь это ничего такого проверяйте вот в этом месте также может быть подтеки масло это значит что что сальник у нас уже подошел его менять соответственно тоже такая скажем не очень приятная ситуация сливать полностью масса мотора но все механики кто это знает они это сделают но тем не менее это предмету вашего торга то есть у человека не исправен вот все говорят как правило что у него квадроцикл в идеале а по-хорошему оказывается что квадрик у нас не в идеале а есть требуется приложить руки поэтому это ничего страшного просто должны понимать статью затрат который вам может предстоять редуктор передняя дорогая часть задний редуктор тоже дорогая часть то есть цена в принципе заднего редуктора около 100 тысяч рублей переднего примерно на ли это так коробка где-то идет порядка быть можно где-нибудь найти там типа от 200 до 400 в этом диапазоне можно могут быть ценным в цены в принципе бежит 400 поэтому коробки ребята очень важный момент на который стоит акцентировать большое внимание это в первую очередь а тем более коробки большие наверное в принципе я вот что хотел обратить внимание как проверить технику вот поскольку все-таки наверное более важный момент для вас на что смотреть и как это проверять ну вы дальше работоспособность техники смотри что мотор работу ровно из каких то моментов ну в целом наверное я думаю что-то подсказал эти какие-то вопросы у вас еще остались на что там непонятного пожалуйста спрашиваете пишите в комментариях я всегда отвечаю читая их их соответственно чем-то тем что я знаю вам подскажу а да соответственно забыл еще самый важный момент если есть пневмоподвеска обязательной проверять соответственно по пневмоподвески я уже снимал видео по ней тоже можно будет посмотреть изучить достаточно такая хорошая вещь ну в целом вот ребят спасибо что уделили внимание временно просмотр надеюсь кому-то теперь станет прозрачно и понятно на что смотреть и как это проверять вот если вы не знаете как это проверять собственными руками не ленитесь возьмите человека который это знает он посмотрит это сделать профессионально вы заплатите ему какие-то деньги за эту проверку но вы в последующем будете уверены что он проверил я дефектовал чем вы купите соответственно квадроцикл который вы не дефектовали и сразу в бой поехали кататься это абсолютно нельзя делать это неправильно кардинально потому что казашка конкурс у вас техник если выйти строй вы будете звонить какому-то человеку пытаюсь вас вытащил из леса не делайте это всегда техника должна быть подготовлена проверена и впоследствии только уже вы можете на ней ехать потому что вы знаете что с ней все в порядке всем спасибо ставьте лайки не ленитесь пишите комментарии всем пока берегите себя